В подвале просто обнаружили семью мужа, жена и два маленьких ребёнка. У них были проблемы с едой, мы их обеспечили так же, суп, а я не слоями делились с ними, водой с ними слоями делились, генератор для них принесли, светом привели, чтобы у них всё было хорошо. Девять месяцев на передовой, но в тылу этот факт участнику спецоперации Дмитрию ещё предстояло доказать. Даже награды не являлись для инстанций тем самым аргументом. Потому что воевал под стягами частной военной компании. Сталкивался с проблемой, то, что обращался в военкомат в нашей Заваловке. Мне сказали, ты не министерский, как бы иди отсюда. Ну, практически так вот мне и сказали. А потом узнал, что появился фонд защитников Отечества. И потом узнал, что они начали собирать документы. Документы Дмитрий сдал, а фонд принял. И буквально за полтора месяца документооборот сработал в пользу защитника Отечества. Дима, в руках удостоверение. Вот только сейчас вручили на наших глазах удостоверение ветерана боевых действий, участника спецоперации. Что ощущаешь? Гордость, радость. Зато от того, что про нас не забыли, всё-таки нас ценят. Мы доказали многим. Многие ребята у нас там погибли. Но мы доказали, что мы можем. Сходные чувства испытывает ещё 14 бойцов, а местом встречи, этакой церемониальной передовой, стала локация фонда. Сергей Николаевич. Удостоверение ветерана боевых действий бессрочное и действительное на всей территории России. Вручено 15, но это только начало. На подходе ещё порядка 100 человек. То есть мы ждём, да, документы от фонда Ульяновской области полностью сформированы, передали в Москву. Сейчас эти документы находятся на комиссии, которая присваивает статус ветеранам боевых действий. Тем ребятам, которые ещё не получили, передайте, что мы сами ждём с нетерпением, когда всё-таки произойдёт это радостное событие для них, чтобы они могли получать все виды услуг, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Данил Ибетов как раз из числа ожидающих. Проходит курс реабилитации в госпитале ветеранов войн. Направление сюда ему всё-таки удалось добиться, невзирая на отсутствие ветеранского статуса. Гражданские госпитали меня не принимали, так как я участник СО. Мне нужно было ехать в госпиталь военный. В военном госпитале меня тоже не могли принять, потому что у меня не было справки об участии СО или даже ветеран боевых действий удостоверения. В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» помочь способны. Факт теперь уже подтверждённый, причём не только участникам СВО, но и членам их семей. По всем возникающим вопросам. Уже обратилось около двух с половиной тысяч ульяновцев. Есть адрес улица Кирова, 20. Есть телефон 8 84 22 22 95 27. Татьяна Домоданова, Павел Асланиди и Алексей Юферев. Репортер 73.